МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Пес-барбос и необыкновенный кросс. В Чувашии прошли соревнования бывших приютских собак. Лес, храм, дом. В центре современного искусства открылась выставка чебоксарской художницы. Предприниматели сегодня. Бизнесмены России отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня Михаил Игнасев встретился с заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации Николаем Левичевым и председателем Комитета Госдумы по экономической политике инновационному развитию и предпринимательству Анатолия Аксакова. На проходящем в эти дни в Чебоксарах конгрессе партии «Справедливая Россия» обсуждается вопрос импортозамещения как важного фактора развития регионального предпринимательства. Михаил Игнатьев рассказал гостям, что несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, поддержка малого и среднего бизнеса из года в год увеличивается. Что же касается импортозамещения, для предпринимателей республики это возможно и занять новые ниши на рынке. И для этого у них есть все необходимое. Сегодня же Николай Левичев и Анатолий Аксаков приняли участие в торжественном собрании, посвященном Дню Российского предпринимательства. В Чувашии действуют более 45 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. На некоторых заняты более 150 тысяч человек или треть всех работающих жителей республики. Годовой оборот этого сектора экономики превышает 250 миллиардов рублей. Сегодня предприниматели Чувашии, как и всей России, принимают заслуженные поздравления. История российского предпринимательства – суть истории экономического развития страны. Имена Демидовых, Морозовых, Третьяковых, а в Чувашии Ефремовых, Таланцевых считаются символами удачного ведения бизнеса и социальной ответственности. Многие современные предприниматели стараются поддерживать хорошие традиции. Направляя свою созидательную энергию на реализацию новых проектов, открывая новые производства, создавая новые рабочие места, вы способствуете не только укреплению собственного благосостояния, но и решению занятости людей. Сегодня с уверенностью можно сказать, что предприниматели являются движущей силой экономического развития республики. Перефразируя известное детское стихотворение, можно сказать, предприниматели разные нужны, предприниматели всякие важны. Сферы услуг, торговли, общепита сегодня практически полностью держатся на малом и среднем бизнесе. Впрочем, и в таких направлениях, как строительство, электротехника, переработка, транспорт, им есть чем заняться. В большинстве своем предприниматели не жалеют о сделанном когда-то шаге. И доведись сейчас начинать собственное дело, они бы ни минуты не раздумывали. На сегодняшний день в России, в Чебоксарах, в Чувашии объективных причин не заниматься своим делом нет. Если в наше время было просто тяжело и непонятно, что делать, на сегодняшний день практически все расписано. Надо только попасть в эту струю, надо найти просто денег, надо показать свой замечательный проект, и под тебя дадут деньги. Самое главное не разворовать, а воплотить ту идею, которую ты хочешь. Объемы государственной поддержки малого и среднего бизнеса увеличиваются с каждым годом. На 2015-й, например, запланировано около 400 миллионов рублей. Кому-то это поможет начать собственное дело. Кому-то, как Оксане Акадеевой, позволит расширить производство, создать новые рабочие места. В 2013 году я получила субсидию от Минэкономразвития Чувашской Республики по поддержке малого бизнеса, по возмещению первоначального взноса для покупки оборудования. От того, что нам быстро оказались субсидирования, мы могли качественно, своевременно обеспечивать детское дошкольное учреждение качественным свежим мясом. На сегодняшний день это очень актуально, тем более в летнее время. Вот, спасибо большое, Минэкономразвитие. В 2015 году на финансовую поддержку из федерального и республиканского бюджетов могут рассчитывать около 600 субъектов малого и среднего предпринимательства. Ожидается, что это даст экономике республики 800 новых рабочих мест. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Улучшение конкурентоспособности и инвестиционного климата региона обсуждали на совместном заседании правительства республики и экономического совета при главе Чувашии. В последние годы в республику пришло большое количество инвесторов, в том числе и иностранных. В рамках стратегии развития Чувашии к 2020 году определены масштабные проекты на общую сумму более чем 130 миллиардов рублей. Благодаря программе в республике сложился благоприятный климат для бизнеса. Появляются новые рабочие места. С учетом эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса общества практически сокращены сроки получения ряда документов, снижены ставки, подключение к инженерным сетям, ликвидируются другие предприятия для ведения бизнеса. Сегодня в Чувашии внедряется стандарт развития конкуренции, принятый федеральным правительством в конце 2014 года. На данный момент на федеральном уровне предусмотрено 6 приоритетных для развития конкуренции рынка. То есть это обязательные рынки. Это рынок дошкольного образования, медицинских услуг, жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли, перевозок пассажирским транспортом, услуг связи. Ну и с учетом нашей региональной специфики, это прежде всего с учетом обращения предпринимателей, жителей республики в Уфас, было выбрано, отобрано еще два дополнительных рынка. Это рынок производства и переработки сельхозяйственной продукции, в том числе молока. И в перечне социально значимых рынок, это рынок строительства жилья. Для инвестиционной привлекательности, считают специалисты, важно создать визуальный образ региона. На заседании экономического совета управляющий партнер «Финджект» Антон Хреков рассказал о проделанной работе по созданию брендбука «Чувашия», который будет представлен на предстоящем экономическом форуме «Регионы. Новые источники роста экономики». Он пройдет 23 июня в Чебоксарах. Александр Гаврилов, Андрей Шоклев. Республика. Столичной администрации уже более полутора лет удается сдерживать рост цен на питание в детских садах. Также чиновники внимательно следят за тем, чтобы скорректированное меню не сказывалось на качестве завтраков, обедов и полдников малышей. Глава администрации «Чебоксар» Алексей Ладоков проинспектировал столичные детсады и встретился с поставщиками продуктов в дошкольные учреждения и родителями. Такие встречи в последнее время проводятся регулярно. Решается вопрос, стоит ли повышать стоимость питания в детских садах. В этом году, признается глава администрации, Алексей Ладоков собирались поднять цены на 10-15%. Но понимая, что это сильно ударит по кошельку многих семей, нашли другое решение. Как известно, из-за кризиса цены на многие продовольственные товары взлетели вверх, а потому было разработано новое меню для детсадов. Более дорогим продуктом подыскали достойную замену вместе с местными товаропроизводителями. Так в детский рацион включили печень, куриное филе, местные овощи и фрукты. К нам поступает живой скот от сельхозпредприятия Чувашской республики. У нас там производится убой скота, хранение, его переработка. И мы эту продукцию в виде бескостного мяса, из говядины, бескостного мяса, привозим по детским садам. Мясопродукты стоили на сегодняшний день 335 рублей. Печень стоит 190 рублей. Поэтому разница определена, и это повлияло на себестоимость меню. Если у нас были тоже мяса, мы заменили на грудки, филе, извините, пожалуйста, на филе куриное. Филе куриное нежное. Из него также делают суфле. Главное, заметил глава администрации города Алексей Ладыков, это было сделано не в ущерб детскому питанию. Воспитанники садов, как и прежде, будут получать положенное по нормативам калории. Качество продуктов также останется неизменным. Родители и дети новшества в меню уже заметили. И в основном они их только порадовали. Мне очень нравится питание в нашем детском саду. У меня ребенок всегда доволен. Приходит и рассказывает, что сегодня мне давали яблоки. И очень мне нравится, что в этом садике начали давать печенку. Печенка – это очень полезный продукт. Она очень любит детское питание, то, что дают детскому саду. Особенно просят творожную запеканку, которая готовит в детском саду по особому рецепту. Иногда просят, чтобы готовили то же самое дома. Такие меры позволяют родителям надеяться, что цена на питание в детских садах не изменится. Во всяком случае, в ближайшее время. За счет эффективной, гибкой системы управления поставок продуктов в детские сады нам удалось сдержать стоимость питания в детских садах. С 2013 года стоимость составляет 91 рублей в день. В течение второго-третьего этого квартала стоимость питания в детских садах не вырастет. Анализ эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления в Чувашии. Этой теме было посвящено очередное заседание Межведомственной комиссии. Итоги двухлетней деятельности работы Межведомственной комиссии подвел во вступительном слове Михаил Игнатьев. Глава республики призвал изменить подходы в работе надзорных органов и в первую очередь переориентировать их деятельность с поиска нарушений на профилактику и методическую поддержку. Все вы помните, президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании к Федеральному собранию отметил необходимость новых подходов в работе надзорных, контрольных и правоохранительных органов. Президент страны призвал максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля, отслеживать ситуации там, где действительно есть риски или признаки нарушения. Наша задача с вами создавая благоприятную среду, чтобы наши инициативные, целеустремленные, ответственные люди открывали предпринимательское дело, платили соответствующие налоги в соответствующем уровне бюджета. И от этого лучше будет в целом в обществе и в экономике. Вопрос контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц остается для муниципальных образований одним из самых актуальных. Контрольно-надзорная деятельность, в свою очередь, должна способствовать эффективному исполнению муниципалитетами, возложенных на них полномочий, что в конечном итоге позволит улучшить качество жизни граждан. И это наша общая задача. Хочется отметить, что работа межведомственной комиссии позволила заметно снизить давление со стороны контрольно-надзорных органов на муниципалитеты, уменьшить количество проверок и устранить многие коллизии, с которыми сталкивались в ходе контрольно-надзорных мероприятий. По итогам анализа контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления Чувашской республики, в первом квартале 2015 года, по сравнению с тем же периодом 2014 года, отмечается повышение основных показателей, по которым осуществляется мониторинг контрольно-надзорной деятельности в целом два раза. Пожары до сих пор остаются одной из самых обсуждаемых тем. И на заседании этот вопрос также не обошли стороной. Количество возгораний в этом году на территории республики увеличилось. На сегодняшний день в Чувашии произошло уже 400 пожаров. 51 человек погиб, а материальный ущерб составил более 37 миллионов рублей. Неорганизовано обучение граждан мерам пожарной безопасности. Это, считаю, одним из основных видов нашей деятельности, общей совместной деятельности с органами местного самоуправления. Потому что если мы будем пропаганду вести вместо надзора, только наши инспекторы будут заниматься пропагандой и профилактикой, то тогда толку много не будет. Кроме этого, несоблюдение требований пожарной безопасности к самим местам размещения органов местного самоуправления. Это нарушение правил эксплуатации путей эвакуации, отделка горючими материалами, отсутствие первичных средств пожаротрушения, а также отсутствие или несработка системы оповещения эвакуации при пожаре. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Следственное управление Следственного комитета Почувашия пресекло мошенничество. Адвокат предложил свои услуги, но, как оказалось, вовсе не юридические. Работая над уголовным делом руководителя одной из местных коммерческих организаций о незаконном обороте наркотиков, защитник убедил доверителя, что можно откупиться от наказания. Для этого достаточно передать сумму в размере 1 миллиона рублей работникам судебно-психиатрической экспертизы, которые в силах признать его невменяемым после принятия взятки. После того, как деньги были переданы сообщнику адвоката, руководителю коммерческой фирмы, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, и противоправная деятельность подозреваемых была пресечена. В настоящее время и адвокат, и его сообщник, бизнесмен, задержаны по ходатству следователя судом. В отношении них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание, которое предусмотрено данной статьей Уголовного кодекса, предусматривает до 6 лет лишения свободы. С 1 июня из столицы Чувашии начинаются регулярные авиарейсы в Москву. Самолеты авиакомпании «Ют-Эйр» ежедневно будут летать в аэропорт Внуково. С 8 июня стартуют рейсы в Симферополь. Улететь в столицу Крыма можно будет по понедельникам и субботам. Возобновляются рейсы в Санкт-Петербург и Анталию. Кроме того, ранее из столицы Чувашии можно было отправиться в Домодедово. А в рамках реализации пилотного проекта развития региональной авиации в ПФО – в Самару и Уфу. Самые умные, спортивные и способные – и все это о собаках – оценивали питомцев на необычных соревнованиях Кубок Барбоса. Как лучшие друзья человека боролись за награды, увидели мои коллеги. Эти питомцы не только лапу подают, но и танцуют с хозяевами вальс. А кому-то уже под силу выполнить и акробатические трюки. Это по-настоящему звездный час для собак. Дефиле костюмов, конкурс талантов и тесты на выполнение команд. Чтобы завоевать заветный Кубок Барбоса, животным было необходимо показать жюри и свою спортивную подготовку. Особенно не просто на этой полосе пришлось большим собакам. Застряли. Все. Танель теперь у нас закрыт. Никакого дресс-кода. За Кубок Барбоса могли сражаться абсолютно все породы. Для годовалого лабрадора Финиста Ясного Сокола эти старты стали дебютом. Хотя его родители на подобных конкурсах неоднократно занимали титулы и призовые места. Папа волшебный мумитроль. Волшебный мумитроль, очень знаменитый. И вообще папа Волжи. У него финия нельзя. Без слов он выполняет там команды сидеть, лежать и нельзя. Тренирую сам в домашних условиях. Каждый раз прогулка. Игрушки, пулеры, мячики. Но судьба большинства участников собачьего смотра не так и проста. Многие из них оказались брошенными на улице и могли погибнуть от голода. Это, как мы его называем, морпосадский перьер. Мы ее подобрали в морпосаде, около Волги. Это был очень грязный, живый щенок. Забитый. Но, как сказать, день, два, недели у нас прожив, мы поняли, что как мы можем от него отказаться. И вот прошло 4 года, представляете, вылаз такой красавец. Он у нас обученный, он умеет несколько команд. Кубок Барбоса в Чебоксарах провели впервые. Организаторы док-шоу в очередной раз решили напомнить людям, что собаки – это преданные друзья человека. Для дружбы порода абсолютно не важна. Наши участники, как приютские собаки, домашние любимцы из дорогих питомников, как подобранные на улице щенками, стали большими, красивыми и талантливыми танцами. Без наград не остался никто. Все участники необычных стартов получили призы в четырех разных номинациях. Собрать любителей собачьего спорта вместе организаторы планируют. И в следующем году. Медриковалев и Анастасия Захарова. Республика. История длиною почти в 60 лет. Праздник костра дружбы между Чувашами и Марийцами живет и по сей день. Нерушимые традиции встречи передаются из поколения в поколение учителями и учащимися школ Ядринского и Горно-Марийского районов. Первая встреча между соседними республиками состоялась в 1958 году. Вот так из года в год ребята из Малокорачкинской и Емлевской школ строятся в праздничные колонны. С речевкой проходят по всей поляне. В руках транспаранты, шары и голуби. Место проведения выбрано не случайно. Здесь находится географическая граница республик. Далее стороны приветствуют друг друга на русском, чувашском и марийском языках. Обмениваются подарками. Готовиться к такому значимому дню все начинают заранее. Сначала делегации приезжают. Один год наша школа приезжает, выезжает. Другой год они приезжают. Обговариваем, договариваемся. Наверное, по Чувашии нет таких школ, где есть общение на межрегиональном уровне. Два языка, два народа встречаются на нейтральной территории, общаются. Ну, наша дружба на века. Мы ее никогда не забудем. Флаги республики страны всегда понимают самые лучшие ученики, отличники и спортсмены. Зажигается костер дружбы. В большой круг вокруг костра встают дети и взрослые. Кто-то обязательно найдет себе здесь друга. Подружеские песни о костре, пионерах, октябрятах и комсомольцах на время все переносятся в прошлое. Эту традицию начинали наши дедушки и бабушки. На этой поляне собирались мамы и папы. А теперь эту традицию переменили мы. Я каждый год жду этого праздника, чтобы познакомиться еще со многими друзьями из малокорочинской школы. Дружба народов не ограничивается одним днем. Весь учебный год учителя приезжают друг к другу в школы делиться опытом, проводят различные форумы. Недавно малокорочинской школе исполнилось 150 лет. Марийские коллеги также приезжали на праздник. Чем нас меньше в школах, раньше народу было много, тем крепче, наверное, дружба. С коллективами учителей, например, мы становимся, я ощущаю уже как одна единая семья, как наша единая Россия, единая наша страна. В течение всего праздника на поляне дух в состязательности. Кто лучше выступит на концерте и кто победит в спортивных соревнованиях. Эстафеты, веселые старты и зрелищный футбол. Ну а побеждает всегда дружба. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. Лес, храм, дом. Для чебоксарской художницы Юлии Аникиной эти понятия равнозначны. Выставка под названием «Лес» открылась в Чебоксарском центре современного искусства. Большое количество работ Юлия Аникина создает в путешествиях. И сегодня художница решила познакомить родной город с некоторыми из них. Работы, выполненные в технике батик, были созданы в Камбодже зимой прошлого года. Когда ходишь по любому лесу, каждое дерево имеет свое лицо. И некоторые из этих лиц, этих деревьев я проявляю просто. Как они мне представились, как они мне увиделись. На создание портретов леса художницу вдохновляли походы в камбоджийские джунгли, окружающие тысячелетник, мерзкий храмовый комплекс Ангкор-Вад. Кроме портретов леса, на выставке можно увидеть керамику и графические работы, написанные в путешествиях по Индии, Таиланду, Подмосковью и окрестностях Чебоксар. Выставка в центре современного искусства продлится месяц. Александр Гаврилов, Игорь Ульянов. Республика. Все поклонники футбола с нетерпением ждут 2018 года. Именно тогда Россия примет чемпионат мира. В списке 11 регионов, где пройдут матчи, чувашей нет. Однако наши стадионы могут стать тренировочными площадками для некоторых из стран-участник. По регламенту чемпионата Россия должна предоставить командным участницам 64 базы для проживания и тренировок, а также не менее 60 тысяч гостиничных номеров. Стадионы Олимпийский и Спартак уже одобрены Международной федерацией футбольных ассоциаций и Оргкомитетом России 2018 в качестве мест проведения тренировок сборных, сообщается на сайте Минспорта Чувашия. Поэтому в ближайшем будущем спортивные объекты вновь ждет преображение в соответствии с требованиями ФИФА. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...